Всем привет! Добро пожаловать в Болгарию! Не раз я получала в комментариях просьбы от женщин, чтобы я познакомила их с болгариным. И сегодня ваши желания исполняются. А у меня, как у хорошей свахи, все женихи и невесты наперечет. Итак, есть у меня жених, болгарин. Живет в городе Веленград. Карие глаза, рост 179 см, 53 года, работает учителем и хочет познакомиться с русской женщиной. Но есть одно условие. Она должна быть возраста не старше 55 и должна любить эту прекрасную страну Болгарию. Я думаю, возраст можно корректировать плюс-минус. Самое главное, все зависит от того, насколько вы понравитесь друг другу. Пишите мне комментарии заинтересованные лица и я пришлю вам электронный адрес жениха. Также хочу напомнить вам, особенно возможно эта информация пригодится новичкам на моем канале. Не так давно в своем видео я рассказывала, что есть у меня женщина, очень приятная. Возраста примерно моего хочет познакомиться с сибиряком и уехать жить в Россию. Любит она нашу Сибирь и наших русских сибирских мужиков. Так что не теряйте время, женихи и невесты. Пишите мне и будет вам счастье. Я за то, чтобы в мире стало как можно больше счастливых людей. А вот где нам, взрослым людям, 50+, где нам познакомиться? Это большая проблема. Давайте посмотрим, какие есть у нас варианты. На сайте знакомств я бывала на русскоговорящих сайтах. Вы знаете, там все мужчины легкого поведения. Могу вам это совершенно точно сказать, потому что мной проверено. И настроены они только на одну постельную волну. И на тех сайтах русскоговорящих, какие романтические письма я получала. Со всеми подробностями. Я взрослая девушка, не знала даже, что так можно. И что такое бывает. Так что на тех сайтах знакомств больше двух дней я не смогла выдерживать этот постельный натиск. И что же нам остается? Где найти свою принцессу или принца? Остается, что нас познакомят знакомые. Возможно, мы познакомимся в общественном транспорте. Но я думаю, взрослые люди в основном уже имеют автомобили. Этот, получается, вариант тоже отпадает. Но сколько сложностей. Даже если вас с кем-то познакомят, у нас взрослых возникает. Ведь у нас такой огромный багаж жизненного опыта за спиной, что нам становится очень сложно понять и принять друг друга. Мои друзья вот здесь, в Болгарии, очень часто удивляются. Как вообще ты могла решиться? Бросить свой комфорт. Познакомиться с мужчиной, с которым вы даже не говорили на одном языке. Люди, говорящие на одном языке, не могут понять друг друга. А тут вы? Как у вас это получилось? Я думаю, что в этих ситуациях, которые касаемы любви, здесь ни для кого нет никаких шаблонов. То взрослый человек сразу видит, как к нему относится другой человек. Насколько он ему доверяет. Насколько он с добротой, с теплом относится к тебе. И вот скажите, если доверяют тебе, разве ты можешь не доверять? И нам, взрослым людям, точно так же, как и молодым, жизненно необходим партнер. Да, конечно, есть такие ситуации. Я знаю таких людей, которым не нужен партнер. Но это не про меня история. Мне нравится жить с партнером. Я считаю, что это просто замечательно, когда тебе есть с кем пообщаться. Обсудить какую-то тему. Да просто рассказать, что у тебя в жизни раньше было. Выпить чашечку чая. Да и вообще, вы знаете, что человек по своей природе, он все равно не одинок. Ему нужно общество для общения. Безусловно, многие из нас когда-то обжигались. Уходили хлопая дверью. Рвали все концы с концами. Плакали ночами в подушку. Но время идет. Все забывается. И понимаешь, что все-таки с партнером лучше, чем быть одному. Но, как только на горизонте забрежил потенциальный партнер, вы начинаете копаться в нем. Выискивать какие-то недостатки. Думать, что он хитрит. И вообще, а почему он сейчас один? Да еще к тому же, он был разведен. При этом, вы совершенно забывайте, что, возможно, вы уже два раза разведены. И что вы давно одна или один и просто привыкли к этой ситуации. Не потому, что вам нравится. А просто вам кажется, что партнер – это такое хлопотное дело. Ведь необходимо учитывать и его интересы. И вроде бы одному плохо, но все-таки ты, получается, ведешь диалог сам с собой. Ты живешь для себя, такой эгоистической жизнью. При этом, возможно, чего-то не получая. И вы знаете, кто ищет, тот всегда обязательно найдет что-нибудь. И вопрос получается вовсе не в том, что этот человек имеет какой-то недостаток. А в том, насколько глубоко в вас сидит вот эта паранойя, вот этот страх. Да еще очень часто бывает, пока вы что-то там ищете, пока разговариваете со своими таракашками в голове, в это время жених или невеста уже испарились. И вы опять остались разочарованными, опять остались одни. И опять какая-то боль на сердце. Я считаю, что нам, взрослым людям, вступая в отношения, главное – не торопиться. По идее, ведь нам не всегда обязательно вступать в брак. Мы совершенно запросто можем жить и как просто партнеры, без всякого штампа в паспорте. Да, есть, конечно, какие-то особые варианты, когда человек, допустим, переезжает в другую страну. Или просто так решили оба. Очень часто бывает, что один хочет замуж или жениться, а партнер совершенно не хочет, потому что у него для этого даже есть какие-то определенные материальные моменты. И ведь вы какое-то длительное время можете просто дружить, присматриваясь к друг другу. Наверняка во взрослом уже таком возрасте у вас есть и где жить, и на что жить. То есть вы не молодые люди, которые скорее детей рожают, еще какие-то там у них карьерные амбиции. Все это, конечно, для молодежи накладывает определенные моменты. Нам, взрослым людям, куда торопиться? Давайте все взвесим, присмотримся друг к другу. Да и вообще, если вы настроены на такой момент, что не планируете вступать в брак, вам нужно, я считаю, сразу при знакомстве об этом сказать партнеру. Возможно, партнер будет этим недоволен. Но, во-первых, вы не будете друг у друга отнимать время. И, возможно, оценив эту ситуацию, посмотрит партнер на это совершенно с другого угла. И ему покажется это тоже удобно. Какой еще один замечательный момент может стопорить отношения, то есть стопорить вступление в отношения? Очень часто взрослые люди имеют какие-то уже нажитые свои богатства. Дом, машина, квартира, дача, все-все-все. И очень часто люди думают, ага, я вступлю в брак, и он сейчас, мало ли что, у меня, значит, половину этого имущества откусит. Потом еще в этой ситуации точно так же напрягаются дети. Дети думают, ага, сейчас мама или папа вступит в брак, и мало ли что случись с родителями, этот человек запросто оттяпает у нас 50% нашего наследства. Из-за этого тоже возникают моменты. Дети, кстати, в этом играют очень большую роль. Я знаю такую ситуацию, что один замечательный мужчина, живущий в большом городе, имел очень большой доход и очень большой размер имущества своего дома, заводы, пароходы. И вот, значит, так случилось, что жена его умерла, он овдовел, познакомился с женщиной, и было однозначно обоих решением жениться. Дети тогда, значит, подсели папе на уши и начали говорить, папа, а давай, чтобы не случилось, да, вот эта история, что эта тетенька может лишить нас половины наследства, ты перепишешь это имущество на нас. И так как, живя, значит, с мамой этих детей, были замечательные отношения, никаких проблем с семьей не было, конечно, мужчина доверял своим детям, и он так и сделал. И что же случилось? Буквально по прошествии пару лет, вдруг дети решили продать тот дом, в котором живет сейчас отец, вместе со своей новой избранницей. А он переписал все на них, и так как уже не молодой человек, уже доходы-то совершенно другие. И он говорит, дети, а куда же мне деваться? На что дети ответили, а ты хочешь, чтобы мы ждали, когда ты умрешь, и только потом получили деньги? Нет, мы хотим жить сейчас. Деньги нам нужны сейчас. Пока эта ситуация еще в таком процессе, да, поэтому я не могу вам сообщить, чем это все кончилось, но я думаю, что для вот этой вот взрослой пары, эта ситуация, во-первых, не добавляет им здоровья, это раз, а во-вторых, она настолько заставила их волноваться, ну согласитесь, остаться на старости лет, где-то на улице, ни у кого нет такой мечты. Мы, не Вселенная, не Господь Бог, мы не можем предусмотреть всей ситуации, да, мы даже не знаем, как будут развиваться наши вот эти вот отношения со временем. Все может произойти. Так что, если у вас есть возможность не вступать в брак, да, это не какое-то категорическое условие, дружите, встречайтесь, живите вместе, присматривайтесь к друг другу. Затем у нас у взрослых людей встает еще такой момент, допустим, мы решили все-таки жить, да, совместно. И получается, а на чьей же жить территории? Допустим, у мужчины и у женщины, у каждого достаточно большая жилплощадь, и каждый может пригласить на свою территорию. Я считаю, да, что у нас, у русских, есть свои определенные тараканы в голове. И, допустим, перейти мужчине жить на женскую территорию, наверное, не совсем удобно, и окружающие, наверное, это осудят. Да и вообще, допустим, надо наблюдать, как владелец недвижимости относится к своей собственности. Ведь очень многие наживали это кровное своим трудом, каждую чашечку, каждую вилочку, каждую ложечку. И бывает так, что вот, допустим, партнер разбил какую-то чашку, это память там о маме или еще какая-то память, или вы купили эту чашку со своей первой зарплаты, и получается из-за этого скандал. На все эти моменты надо смотреть и переезжать, я считаю, к тому, кто дорожит, безусловно, своим имуществом, но не так близко к сердцу все это воспринимает. Да и вообще, съезжаясь со взрослым, да, допустим, мужчиной или со взрослой женщиной, обязательно попадите к ним домой и посмотрите, насколько у них дома порядок. Вообще, устраивает ли вот это вот их жизнь? Я считаю, это тоже очень важно, когда мужчина привык к порядку, а допустим, ведь каждый порядок видит по-своему. Кто-то считает, что сегодня не обязательно дома убираться, можно убираться раз в неделю. Кто-то считает, что нужно, как только поел, вымыть посуду, да, очень много всяких моментов, вот этих вот бытовых, которые тоже обязательно нужно учитывать в жизни. Затем, какой ещё момент, я считаю, он такой немножко интимный, да, сейчас об этом поговорим. Обязательно этот момент, я считаю, необходимо обсудить до того, как вы начали совместную жизнь. Ведь взрослые люди, особенно кто прожил, допустим, какой-то промежуток времени один, им уже не так становится интересен секс. А допустим, вашему партнёру, это просто вот важно, кто-то хочет заниматься и даже в 70 лет каждый день сексом, а кто-то этим не хочет заниматься, у него нет на это ни здоровья, ни сил, и поэтому это тоже надо обсудить сразу на берегу. Будете вы этим заниматься, или вы будете заниматься путешествиями, и от этого вам не станет сложнее жить вместе. То есть это тоже обговаривается, это учитывается. И не раз мне рассказывали, что бывают такие случаи, да, когда один партнёр по состоянию здоровья не может, да, уже заниматься этими молодыми утехами, поэтому, ну, просто второй партнёр считает, да и что? А мне и так с ним хорошо. Полюбил, по идее, я его сначала, не за то, что у нас на первом свидании был какой-то секс, да, или ещё что-то. Во взрослых отношениях уже ценится совершенно другое. Конечно, насколько вы взрослые, сейчас рожают детей в 50 лет, поэтому это тоже, я считаю, нужно обязательно обсудить. Нужно ли вам это? В общем, делаем с вами вывод такой, что всё со своим партнёром. Не боясь, что вы его после этого разговора потеряете, или не боясь ещё каких-то моментов, давайте договоримся, вы всё честно со своим партнёром обсуждаете, и тогда у вас будет замечательная счастливая старость, и вы доживёте, как говорится в сказке, до конца дней своих и умрёте в один день. Но это уже будет гораздо позже. Я всегда ценю в отношениях честность. И скажу вам сразу, я как человек, который работал всё время с людьми, я сразу вижу, да, вот эту ложь по глазам, по каким-то нестыковкам ситуаций. То есть проверить ложь всегда очень просто, и она всегда вылезет наружу. Поэтому будьте всегда честны со своими партнёрами. Не цепляйтесь друг за друга, думая, что это ваш последний шанс. Поверьте, жизнь даёт вам не один шанс. Главное, чтобы ваша жизнь была комфортна, счастлива и наполнена. Так что ещё раз говорю, взвешивайте всё, взвешивайте даже то, на одной вы социальной ступени стоите или нет. Потому что я не раз видела пары, что женщина достигает больших результатов, или, наоборот, мужчина достигает больших результатов. А партнёр, ну, он, скажем, гораздо другой человек попроще. И сначала это очень мило забавляет, то, что какая-то неправильная, какой-то оборот речи, человек допускает какие-то ошибки, но со временем потом вот эти придирки и одного, и другого заколебают. Я желаю вам найти обязательно свою половинку, в каком бы вы ни были возрасте, чтобы вы были вместе счастливы. И поэтому, раз вы досмотрели моё видео до конца, те, кто заинтересованы в женихе или невесты, обязательно напишите мне. И расскажите свои истории знакомств. Будет очень интересно узнать, в каком возрасте вы стали жить вместе или поженились, да? Обнимаю вас, мои дорогие, посылаю вам тепло своего сердца. Пусть у вас всё в жизни получается. А если вам понравилось моё видео, не забудьте поставить, подписаться на мой канал. И до скорой встречи, мои дорогие. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!